МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переселить нельзя оставить. Федеральный министр строительства провел видеоконференцию по вопросам переселения из ветхого жилфонда. Фотосессия на вокзале. Елена Муратова вернулась с Олимпийских игр. Чебоксары 3D. Ученые восстановили исторический центр столицы Чувашии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 859 домов, в которых проживает 13 тысяч человек. В Чувашии признаны аварийными или подлежащими сносу или реконструкции. Такие цифры озвучил сегодня министр строительства Чувашии Олег Марков на селекторном совещании под председательством министра строительства России Михаила Меня. 23 муниципалитета Чувашии вошли в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В Батаревском, Яльчикском районах и в Ночебоксарске ветхих домов нет. В 2012 и 2013 годах на переселение было потрачено почти 235 миллионов рублей. Общая переселяемая площадь составляет свыше 174 тысяч квадратных метров. В этом году у нас реализовывалось две программы. По первому этапу обязательства, которые были взяты по переселению граждан в 2012-2013 годах, полностью выполнены республикой. На сегодняшний момент 264 дома мы должны в течение 2014 года переселить. На эти цели предполагается потратить более миллиарда рублей, в том числе за республиканского бюджета 480 миллионов. Практически все муниципалитеты Чувашии уже получили средства. Согласно жилищному кодексу, мы не улучшаем жилищные условия, а переселяем граждан из аварийного жилищного фонда. То есть мы можем переселять, предоставлять такое же благоустроенные жилые помещения по тем же квадратных метрам. Но, как показывает практика, сегодня, естественно, и согласно нормам строительным и правилам, мы обязаны как минимум предоставлять 23,5 квадратных метра. Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в феврале приняла решение о перечислении Чувашии и ряду других регионов дополнительных средств на выполнение программы переселения. В федеральном министерстве тоже решили премировать субъекты, в которых успешно выполняют подобные программы. Те субъекты Российской Федерации, которые выполняют эту программу досрочно и подпишут соглашение с фондом о выполнении этого или растелении всего аварийного жилия до конца 2015 года, наше предложение сводит к тому, что они получат в конце 2015 года или в начале 2016 года лимиты 2016-2017 года себе в качестве компенсации, в том числе тех средств, которые были привлечены на эти цели. И дополнительно к этому они получат бонусы от тех нераспределенных, исходя из тех нераспределенных остатков средств. На селекторном совещании затронули и проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Михаил Мень рассказал, что Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект о лицензировании управляющих компаний. Предусмотрена аттестация руководителей таких организаций. А за эту работу в ближайшее время возьмутся госжилинспекции. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Чувашия в числе первых субъектов Российской Федерации начала предоставлять земельные участки многодетным семьям. Закон был принят еще в апреле 2011 года, а сегодня на учете стоят уже более 4000 семей. Самая большая очередь в Чебоксарах и на Чебоксарске. Сегодня на заседании Кабинета министров члены правительства в числе других обсудили изменения в закон Чувашской Республики о предоставлении земельных участков многодетным семьям. Из общего количества поставленных на учет многодетных семей сертификаты на право безвозмездного получения земельного участка вручены половине семей. Всего предоставлено 230 гектаров. В четырех муниципальных районах обеспечено составлять 100%. Это такие муниципальные районы, как Порецкий, Аллатрский районы, как Канарский район и Шимуршинский районы. Но в то же время есть такие муниципальные образования, как город Новочебоксарск, обеспеченность где составляет только всего лишь 7%. 20% обеспеченности это город Шумерля и 23% обеспеченности по городу Канаш и Альковскому району. На сегодняшний день мы еще отслеживаем освоение этих земель. Да, она осваивается, конечно, а не такими темпами, которые нам хотелось бы. 87 разрешений на строительство сегодня районами и городами выдано. На 71 земельном участке ведется строительство. Ни один земельный участок, один жилой дом уже на одном участке построены. Министерство имущественных и земельных отношений Чувашии предложило расширить действия закона. В частности, предоставлять земельные участки, находящиеся не только в республиканской муниципальной, но и в федеральной собственности. Проектом утверждается или конкретизируется. Многодетная семья при подаче заявления на постановку на учет конкретно указывает при желании получить земельный участок для личного подсобного хозяйства именно место расположения этого участка, желание или в границах населенного пункта, или вне границ. Соответственно, размеры этих земельных участков максимально, они тоже разнятся. Если в границах населенных пунктов это 15 соток, если вне границ, то это площадь намного больше. Члены Кабинета министров одобрили еще один законопроект об утверждении правил предоставления субсидий с бюджета республики, бюджета муниципальных районов на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности. Данная программа сохраняет и продолжает селевую направленность на повышение комфортности условий проживания и работы на селе, заложенной изначально в федеральной программе социального развития села, срок действия которой завершился в 2013 году. Целью мероприятия по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку является создание современной социально-инженерной инфраструктуры для жилищного строительства. На уровне Чувашской республики данное направление предусмотрено в рамках подпрограммы устойчивого развития сельской территории Чувашской республики, которая была введена в состав государственной программы развития сельского хозяйства. В состав проектов комплексной застройки включается компактная жилищная застройка, инженерная подготовка площадки под компактную жилищную застройку, строительство или реконструкция объектов социальной и культурной сферы, обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и тротуаров, озеленения. Михаил Игнатьев поручил Минсельхозу Чувашии проконтролировать, чтобы в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий не попадали люди, уже имеющие одно, а то и несколько квартир. Кроме того, на заседание одобрили проект документа о создании казенного учреждения Республиканская служба единого заказчика Минстроя Чувашия. Новая структура будет контролировать расходование бюджетных средств, качество выполняемых работ по проектированию строительства государственных сооружений и объектов, а также выполнение подрядными организациями принятых гарантийных обязательств. Елена Гальперина, Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Средства выделяются, дороги строятся, но пробки в столице Чувашии не исчезают. Ремонт, строительство и реконструкция дорог уже должны приносить свои плоды, заметил глава республики Михаил Игнатьев на совещании, где обсуждали развитие транспортной инфраструктуры в Чубаксарах. В новом генплане столицы Чувашии особое место занимает строительство и реконструкция дорог. По словам главного архитектора Чубаксара, в городе на данный момент нет надежных транспортных связей между разобщенными районами, между центром и окраинами. На некоторых участках дорог совмещены потоки пассажирского и грузового транспорта, в том числе и транзитного. В центре города практически нет пешеходно-прогулочных зон. Сейчас в Чубаксарах для решения подобных проблем подготовлена проектно-сметная документация по ремонту, реконструкции и строительству городских дорог на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Первые очередные задачи, которые планируются на 2014 год, это закончить строительство улицы Ивана Яковлева. В этом году планируется освоить 450 миллионов рублей. Это строительство подземного перехода МТВ-центра и плюс завершение от привокзальной, от старого вокзала до кольца Шубашкара. В этом году также должна закончиться реконструкция базового проезда, расширить проезжую часть в районе ЖД-переезда, где часто возникают пробки. Также планируется разработка проектно-сметной документации по реконструкции улицы Богдана Хмельницкого от кольцевой развязки на заливе до пересечения с проспектом Айги по строительству двухуровневой развязки в районе Сугутского моста и путепровода на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Фучика. Для этого необходимо снести жилые дома вдоль дороги, людям взамен предоставить равноценное по метражу жилье. А это 14 тысяч квадратных метров. Подготовительные работы уже ведутся застройщикам. Глава республики Михаил Игнатьев поручил администрации Чебоксар и другим ответственным структурам доработать вопрос переселения людей и как можно быстрее приступить к работе. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Чебоксару утренним поездом вернулась могулистка Елена Муратова. Ей не удалось подняться на пьедестал почета, но стремление к победе отметили все. Чего не хватило спортсменке на дистанции. О своем олимпийском дебюте она рассказала моим коллегам Дмитрию Ковалеву и Андрею Спиридонову. После авиаперелета и ночи в поезде на спортсменке нет ни следа усталости. Еще бы Елену Муратову в республике, которая для нее стала вторым домом, встречают как настоящую героиню из вагона в объятия знакомых, министра спорта и артистов Чувашского ансамбля. Эту музыку уроженка Мурманской области уже успела полюбить. На перроне участницы Олимпиады пришлось задержаться надолго. На фотосессию выстроилась большая очередь. Дайте я использую служебное положение первым. Белая Олимпиада в Сочи для нее стала первой. Члены женской сборной по Могулу, конечно, рассчитывали на медали, но шансы были невелики. Главными фаворитками на победу изначально называли спортсменок из Канады. На свое выступление Елена Муратова уже успела посмотреть со стороны и проанализировать ошибки. Были моменты, которые хотелось бы сделать лучше. Ну, мне кажется, любой спортсмен после каждого своего проезда так считает, что можно было вот тут и тут, если он не занимает первое место, конечно. Вот. Ну и лидеры, я думаю, тоже анализируют в итоге свой способ. Наставник Елены Муратовой за выступлением своей подопечной наблюдал по телевизору. Говорит, что спортсменка выложилась на все сто. Отбор на Олимпиаду оказался сложным. Сказывались и полученные ранние травмы. Два раза Могулиска рвала связки. Реабилитация продолжалась долго. Но Елена, говорит тренер, всегда отличалась боевым характером. Самое главное качество – это у нее, наверное, человеческая личность, доброта и целеустремленная сочность и устремленная девушка. Она не поднялась на пьедестал, но все равно не вернулась побежденной. Ее участие на играх в Сочи уже успех. На зимнюю Олимпиаду спортсмены из Чувашии не выезжали более 40 лет. Елена Муратова не исключает, что и спустя 4 года она поборется за место в команде. В планах ближайших – небольшой отдых. Андрей Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика. Поддерживал Елену Муратову в Сочи и спикер госсовета Чувашии. Сегодня Юрий Попов поделился с журналистами своими впечатлениями о поездке в столицу зимней Олимпиады. Юрий Попов рассказывает, что болел в Сочи за Елену, но за результат не переживает. Важно уже то, что наши спортсмены участвуют в таких грандиозных состязаниях. Жаль, что времени маловато. Я бы остался до конца Олимпиады, конечно. Здорово, грандиозно и масштабно. Вот по телевизору открытия все смотрели, видели. Это одно, а когда вот именно там присутствуешь, ощущение совсем другое. Ну, конечно, и народ, которые там зрители, и болельщики, и волонтеры с таким настроением, воодушевлением, отношение там, аура совсем другая. Поэтому я в восторге и пока успокаиваться не могу. Такое желание, конечно, что здорово, именно в России, в Сочи, такие мероприятия проводятся. И если, конечно, есть у кого возможность поехать посмотреть, с удовольствием бы я предложил, чтобы съездили туда. Государственная программа региональных авиаперевозок набирает обороты. С января нынешнего года возобновились рейсы в Самару и Уфу. Сегодня пассажиров обоих рейсов встречала и провожала наша съемочная группа. После полученной травмы Светлана Дмитриевна передвигается с помощью костылей. Из Уфы женщину ежегодно отправляют в Чебоксарский ортопедический центр на консультации. На автобусе ездить очень тяжело, так что открытие авиарейса Уфа-Чебоксары стало для нее настоящим событием. Самолет хоть и маленький, летает мягко, хорошо. Мне лично удобно. Самолет действительно небольшой. Однако 9 посадочных мест более чем достаточно для подобного рода перевозок. Полеты выполняются три раза в неделю – в понедельник, в среду и в пятницу. Направления Чебоксары-Уфа и Чебоксары-Самара – не самые востребованные на сегодняшний день. Однако руководство аэропорта призывает не делать поспешных выводов. Как вы слышали, стартовал проект 21 января, три раза в неделю, даже еще месяц не прошел. Естественно, о каком-то там подведении итогов говорить рано. Надо хотя бы квартал, чтобы люди почувствовали удобство данных перевозок. Действительно, те, кто уже воспользовался программой региональных перевозок, ее преимущества уже оценили. Каждый раз отправляя дочь-студентку в Уфу на автобусе, Ирина оставалась с тяжелым сердцем. Неровная дорога, плохие погодные условия, нетрезвые попутчики. С открытием рейса Чебоксары-Уфа эти проблемы больше не тревожат Ирину. Или отправлять, или в ночь на поезде надо было, ой, на автобусе, на Нижегородском, или 16 часов идет, или 2 часа, и уже там. По ценам, вот и поглядели, мы очень, так как сказать, поглядели сразу. В воскресенье открыли, билет есть, цена очень приемлемая, 2,300. Всего на тысячу дороже, чем на автобус. И прилетает днем, добираться удобно с аэропорта. Директор аэропорта подчеркнул, что безопасность превыше всего. Авиаперелеты выполняет татарская компания «Акбарс Аэро», которая за годы полетов зарекомендовала себя как надежный перевозчик. Самолет «Цесна-208-я» «Караван», 9-местный, принадлежит с 2014 года переданной авиакомпании «Акбарс Аэро», которая осуществляет перелеты. Скорость 300 км в час. Дополнительную справочную информацию об авиарейсах можно получить по телефону 301-487. Чебоксары в формате 3D предстали сегодня перед жителями Чуаши, которые пришли на 93-й день рождения Национального музея. Гости праздника совершили виртуальную прогулку по исторической части города, познакомились с архитектурными сооружениями 18-го, начала 20-го веков. Кроме этого, в музее прошла театрализация «Чебоксарские стрельцы» и открылась выставка «Все дело в шляпе». Наглядные пособия по истории Чебоксар оценили Ольга Алексеева и Сергей Рябчиков. Чебоксары 18-го века представляют собой видеопроекцию или фильм, в котором реконструирована историческая часть столицы. Проект создали на основе архивных данных, фотографий, документов, плана застроек города. Мы все знаем, что город наш в течение веков менял свой облик, многие здания потерялись, часть историческая затоплена, оказалась под водой, и современный житель не знает, как он выглядел в 18-м веке. Проект выполнялся в три этапа – научное исследование, техническая визуализация, создание фильма. Восстановление проходило средствами 3D-моделирования, которое позволило более наглядно рассмотреть, как выглядели здания. Работа была очень сложная. Специалисты отметили, что такое в России делают крайне редко. Они нужны и для воспитания молодежи патриотического, и для обучения, может быть, даже. И для обучения, скажем, истории архитектуры, строителей архитектов в будущих. Виртуальные проекты никогда не бывают завершенными, добавил Игорь Кугураков. Поэтому работа над воссозданием старинных Чебоксаров продолжится. Кто не успел на презентацию, могут прийти в музей и прослушать экскурсию под названием «Чебоксары от крепости до столицы». Ольга Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чебоксары». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова